Привет-привет, с вами Нелогичная Лиса и добро пожаловать в новое прохождение. Очень многие меня спрашивали, а будет ли прохождение еще больших игр, поскольку в одном из своих видео я сказала, что больших игр скорее всего не будет. Но тут в стиме я неожиданно прозрела, увидела, на мой взгляд, интересный проект. Даже кто-то говорил, что он напоминает Фрэнбоу, а мне Фрэнбоу в свое время очень понравилось. Это действительно колоритная игра, и действительно было на что взглянуть. Здесь у нас Сальфейс, я не знаю, что это такое, ничего понятия не имею, кроме того, что, видимо, это тоже будет что-то вроде квеста, и что-то наподобие Фрэнбоу. Но не знаю, за кого мы будем играть и зачем, давайте посмотрим. Все было, как и в прошлый раз. Только теперь это началось в больнице. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, что это за землетрясение-то такое? А что так это? Прямо все гремит. Ответить? Давай отвечу. Алло. Все хорошо, Сал. Теперь все будет хорошо. Можешь сам в этом убедиться. Кто это? Во, как раз. Кто это? О чем вы? Где я? А ты кто? Сал, иди найди меня. Здравствуйте. Я спрашиваю, ты кто? Он мне говорит, иди найди меня. Ха-ха. Сали кромсали. Смешно. Так, странно. Голос как у моего отца. Так, может это и был отец? Не? Отец. Отец родной. А что с тобой сделала жизнь? Слушай-ка, друг мой. Или подруга, я не знаю. Персонаж наш замечательный. Ты какой-то, как будто тебе лишних дырок несколько штук поставили. Ладно. Что такое? Вроде бы там что-то есть, но из-за темноты я толком ничего не вижу. Хорошо, пойдем посмотрим. Я еще, как говорится, не пристрелялась в озвучке. И, ну, вы понимаете, да, вот к этим персонажам здесь, я думаю, у нас... О, ага, собака. Так, здесь у нас будет, наверное, много людей, как и во Фрэнбоу. Так что, да, пока озвучка будет, ну, не, на таком уровне. Смотри-ка, правда, ключ какой-то, да? Вот, ключ, отлично. Так что, да, будем пока репетировать. А, там посмотрим потом, что у нас будет. Хорошо, а ключ-то зачем? Ой. Как это? А что у него... Посмотри, у него как-то... Глаза у него такие чудные, как-то так раз, раз. А они у него расположены как-то на висках, как у кролика у моего. Странно. Слушай-ка. Сал. Салли, сал. Не знаю. Сэл, наверное, если на английском сэлли, салли, да, то там через ею читается открыть. Так, п. Что это значит такое? П. П. Ж. Какое-то странное наименование палат. Д. Е. Да там три. З. Или З, или три, что это такое? Так. Ну, хорошо, давай Ж. Ой. Так, почему? Давай вот это тогда. А-а-а-а! Смотри, это надо правильно, значит, эти, открывать-то. Правильные двери открыть. Хорошо. Открыть. Ха-ха-ха. Вот. Попробуем, смотри. Открыли же, же не подошло. Йо, да? Йо. Так, а что у нас с клиникой? Посмотри, клиника-то какая-то. Ладно, во Франбоу это имело смысл. А-а-а-а, в... Как его говорят? В, господи, в Найтмейрс, который... Как он называется? Скажите мне, пожалуйста. Игра про черно-белого товарища. Там это тоже имело смысл. Здесь пока я ничего не понимаю. Пё. Пё. Ну, не знаю. Давай попробуем вот так. Нет, смотри, не получилось. Нет, не говорит, неправильно. Вот здесь, смотри, нормальная палата. А почему? А почему здесь все хуже и хуже становится? Ну, хорошо. Ладно, это интересно. Пока я не совсем согласна тем, что это похоже на Франбоу. Ну, может быть. Пёс. Ну, да, там собака была нарисована. Так, а что-то я как-то не думаю, что это хорошая идея. Посмотри-ка, мы попали под проливной дождь. Босиком в одной этой самой операционной ночнушке. И тут что-то народ какой-то грустный стоит, кого-то хоронят. Замечательно. Собака. О, с собакой можно поговорить. Кто хороший пёсик? Кто хороший мальчик? Я похоронил её заживо, пацан. Вот ты мне и ответь. Ха-ха. Спасибо. А? Сам посмотри. Собака пропала. Собака, ты куда? Ха-ха-ха. Интересно. Так, что написано? Диана Фишер. Любимая мать и жена. 48-й и что-то 84-й, да? Это сколько ей лет было? Не так много. 36, да, получается, по-моему. Так, а куда? Ты куда спустился-то? Эй! А можно назад? Я... Нет! Окей, ладно. Слушайте, а он, видите, замотанный вот это, я говорю, послеоперационная у него рубашка такая. Может, ему это всё кажется под этими? Батарейки не включены. Хорошо. Хорошо. Вести код. Заперто. А где? У нас там и не было вариантов-то каких-то найти батарейку. Вести код. А какой код? Так, ну давай подумаем. Не знаю, давай... Там три какая-то цифра была. Может, надо было... А-а-а, слушаем, наверное, надо было по количеству дверей. Подожди. Там, значит, сначала была первая дверь. Попробуем, а вдруг получится. Потом вторая дверь. А потом тоже вторая. Давай. А сколько цифр-то? Ой! Ой! А что делать теперь? Оно сломалось. А, смотри, оно... И так сойдёт. Нормально. Подумаешь, код не ввели, батарейки не включили. Сэр? Какой вы модный такой, синенький. Прямо по стилю. Всё у вас. Здравствуйте. Пап? Ты не мой сын. Мой сын не убийца. Не понял. Так, а я... Я ничего не сделала. Я... Нам позвонил какой-то товарищ, и такой, это... Иди, найди. А кого найти? Это твоя вина. А к чьей вина? Господи ты боже мой. Это какие-то... Морг, что ли? Что это за место? Да, на морг похоже. Так, а чего тихо стало? Темно, и молчание кругом. Ку-ку. Так. Никто не выпрыгнет тут. Мам! Ой. Ты посмотри-ка. Что с тобой? И тут я проснулся. Действительно занятный сон. Думаю, нам стоит вернуться к нему позже. А сейчас не мог бы ты поведать мне о трупе. О каком трупе? Ты чё, дурак, что ли, совсем? О каком конкретно? А-а-а! Нормально! О каком конкретно? Значит, он ещё и не один. Замечательно. А во втором. Из квартиры. Мы с отцом только заселились. Это место сразу вызвало на меня странные чувства. Да-да, какой-то дом посреди леса с одной дорогой. Замечательно. Чё там? Пять этажей? Эпизод первый. Странные соседи. Ладно, хорошо. Пока не понятно ничего. Ну, окей. Видите, это всё-таки сон у него был. То есть... Ой. А ты чё такой? Ну да, там вначале-то была нарисована. А почему? Ну, здесь мы начнём новую жизнь. Не знаю, почему у него такой старый голос. Он вроде, наверное, и не очень старый. Ну, не знаю. И, наконец, сможем позабыть о том, что произошло с нами в Нью-Джерси. Прогуляйся по дому. Подружись с кем-нибудь. Пока я распаковываю вещи. Хорошо, спасибо. А как это нормально будет, что я буду стучать-то людям в двери? Здравствуйте, я пришёл с вами знакомиться. Так, что здесь можно такого посмотреть? Это девочка или мальчик? Подожди. Там вроде говорили, что это мальчик. Да? Странно сейчас. Наверное, нам где-нибудь скажут. Обыкновенные продукты, которые отец купил в магазине. Ничего примечательного. Хорошо. Замечательно. Так, а тут что? Так, снотворное. Отец всё ещё плохо спит после... Так, что-то у них случилось. Недаром они свалили-то из Нью-Джерси. Видите? Это куда-то они специально направились. Так, что тут? Комната Сала. Да, комната Сала. То есть, не Сали, не девочки, а мальчика. Так. Гостиная. Тут что? Приветик. Эй, пацан! Решил отдохнуть от распаковки вещей? Да я ничего не делала ещё даже. Отличная мысль. Мы что-то долго этим занимаемся. Пожалуй, я тоже передохну. Как тебе наша новая квартирка? Я скучаю по Джерси, я скучаю по маме. Ну окей, как тебе квартира? Может, тут не так хорошо, как в нашем старом доме, но мы будем стараться. Пока мы вместе, у нас есть все шансы превратить это место в настоящий дом. Ну, наверное, не знаю, выглядит неплохо. Я скучаю по Джерси. Знаю, приятель. Ну, пожалуйста, дай этому месту шанс. Занятия в школе начнутся через пару недель. Там ты сможешь найти новых друзей. Ага, наверное. Слушай-ка. Найдёшь, я уверена. Имеет такого друга, как ты сам. Будет счастлив каждый. Спасибо, пап. Ага. Слушай, а вот эта вот маска-то у него почему на лице? Это с чем-то связано? Зачем? Такое бывает, что это специально по медицинским соображениям надевают? Или это просто такая причудо-подростка? Я скучаю по маме. Ну да. Я тоже приятель. Я тоже. Так, ну ладно, давай пока. Постарайся не вляпаться в неприятности. Ты ж меня сам к соседям-то каким-то отправил-то. Алё. Ну хорошо. Так. Ой. А, киса. Киса? Гизма зовут кису. Гизма, я смотрю, ты уже освоился. Здорово тебе, наверное. Хе-хе. Ну а чё ему? У кошки, наверное, где хочешь, там и кровать. Котам всегда проще как-то в этом плане. Ладно, ничего нету? Хорошо. Вроде пока ничего интересного. Ну пойдём. Так, у нас квартира 402. Ну, давай постучим. Никого нет дома. Ой. Здравствуйте, сэр. А почему у вас такой вид, как будто вас наполовину нарисовали и отзеркалили? Надо залить на его лицо, но у него отзеркаленное. Правда. А чё такое-то? Do not cross police. Я такие на фиолетовую патруль-то вешаю. А чё такое? Здрасте. Э, чё такое-то? Что вы здесь делаете? Вы кто, что произошло в твоей квартире? Ты чё тут делаешь-то? Слежу. Нет, подожди, как тебя? Это же не отец. Тебя надо как-то по-другому озвучить. Слежу, чтобы мелкие чудаки вроде тебя не увидели. Там то, что им видеть не подобает. А теперь брысь отсюда. Я в няньке не нанимался. Ха-ха-ха. Смешной голос какой. Так, ты кто? Твоя фея крёстная. А сам-то как думаешь? Я офицер полиции, так что прояви ко мне хоть немножко уважения. Да почему? Ты какой-то грубый. Чё я тебя должна-то уважать, если ты грубый такой противный? Вот, сэр, полиция. Ничего себе. Это уже дело полиции, парень. Почему бы тебе не вернуться к мамочке с папочкой? Если бы это было возможно. Чё, чё, умник? Да нет, ничего. Вот, вот. Тупой. Кто? Тупой чудила? Ха-ха. Бу-бу-бу. Что это такое? Ты оскорбляешь ребёнка. Сэр, полиция тебя за это посадить могут вообще-то. Говоря, я пойду всем нажалуюсь и скажу, чтобы тебя убрали из полицейского участка. Так. Ну хорошо, ладно. А какими тут буквами? А, вот, смотри. Мы, значит, на четвёртом этаже. Ну, наверное, лучше сверху вниз пойти, да, исследовать соседей-то всех. Поехали сначала на пятый. Ой. А чё тут так плохо-то всё? В настоящее время этот этаж ремонтируется. Пожалуйста, проследуйте к ближайшему выходу. Хорошо, мы проследуем к ближайшему выходу, как только здесь всё исследуем. Обязательно. Прямо вот сию секунду. Так, ну... Смотри, тут даже вон табличка не эта самая, не прикреплена. Заперто. Заперто. Хорошо, заперто, так заперто. Заперто. Ну, здесь, наверное, всё заперто. Он же ремонтирует... О! Ха! Ой. Эй, простите, не знал, что здесь кто-то живёт. Музыка такая... Котледи чем-то напоминает. Нет, не котледи! Слушайте, прям вступление такое было, очень похоже на волк среди нас, вот эту тему главную для волка. Прям очень похоже было. Сэр? Здравствуйте. Сэр? Вы в порядке? Да он какой-то, смотри, мрачный какой-то. А чё с ним такое-то? Зря ты пришёл сюда. Простите, я хотела познакомиться с соседями и... Явно не с вами, наверное. Тёмное место. Это здание. Здесь творятся ужасные вещи. Вы точно в порядке. Ой. Чё такое? Ах! Какого? Так, надеюсь, нам сейчас в голову-то тут вроде не должно ничего так выскакивать-то, да? Я вспоминаю, сразу вспомнила. Во Френдболу-то не было таких скримеров-то. Ну, таких вот, прямо сильных-сильных скримеров, да? Я вспоминаю, когда они сюрприз-то, день рожденный устроили. Там, когда в темноту заходишь, такой, тадам, неожиданно. Как же я кричала тогда. Так, подожди, уйти. А что тут такое? Смотри, там какие-то руки, по-моему, вот так вот. Руки, это самое, поставлено. Странно. Дверь ванную закрыта. Окей, хорошо. Чё это такое был-то? Сэр как-то не совсем в себе. Ну, ладно. Потом спросим, наверное. Скажем, пап, там какой-то над нами какой-то человек странный живёт. Он пропадает сам по себе. Так, внимание, мокрый пол. Что за звуки такие, как будто ты жуёшь что-то, мясо какое-то. Да. А, это тряпочка. Шуршит. Привет. Привет. О, боже. Прости, ты меня немного напугал. А ты должна быть новенький из 402-й, да? Сегодня такая суматоха, что у меня не было ни одной свободной минутки, чтобы заглянуть к вам и поздороваться. Да, мы тут вместе с папой. Меня зовут Сал. Точно мальчик, смотри. Приятно познакомиться, Сал. Я Лиза. Я здесь за главную. Слежу, чтобы всё было в порядке. Так что, если тебе что-нибудь понадобится, не стесняйся и спрашивай у меня, ладно? Хорошо, спасибо. Да не за что. Так, а что-нибудь ещё-то? Привет, Лиза. Ха-ха, только поговорили опять. Привет, Лиза. Привет, Сал. Как дела? Вот, я говорю, спросить-то что-нибудь можно? Давно тут работаешь. Ты знаешь, что произошло в 400... Это тройка такая, да? В 403-й. Как тут можно отвлечь себя от скуки? Тут водятся призраки. Ты знаешь, что произошло? Жаль, что у вас с отцом такое неприятное первое впечатление. Уж поверь, обычно тут всё обходится без таких жестокостей. Бедная миссис Сандерсон. Кто такая миссис Сандерсон? Неважно. Не забивай себе голову столь ужасными вещами. Как это? В смысле не забивать? Там человека соседнего убили. Что значит не забивать себе голову? Как это вообще? Ладно, давно ты тут работаешь. Вообще, я здесь не только работаю, но и живу. Если срочно нужно будет убрать, я тут как тут. Не знаю, что тебе наговорили остальные, но тут очень даже неплохо. Для меня это место уже 10 лет как родной дом. Наверное. Что другие думают об этом месте? Неплохое местечко. А что другие думают? Ой, да всякое. Этому зданию уже более сотни лет. Представляешь? Люди постоянно на что-то жалуются. Но от меня ты жалоб не услышишь. И не предпочитаю действия. Вижу проблему, сразу устраняю её. Ну, это в каком-то смысле правильный, наверное, подход. Да, многие правда жалуются по всяким мелочам. Но такие мелочи не стоит обращать внимание, Сэл. Ни за что не стоит так делать, понимаешь? Ты права. Как это вообще-то? Интересное дело. Там человека уби... Как можно не обратить внимание на то, что убили человека? Я не понимаю. Неплохое место. Это точно. Так, ну а что тут? Ещё можно поговорить. Так, как тут можно отвлечь себя от скуки? А знаешь что? У меня есть сын, он твоего возраста. Думаю, вы здорово поладите. Он внизу в нашей квартире. Загляни к нам, познакомься. Хорошо, скажу поздороваюсь. Ага, он мне скажет, типа, что ты тут пришёл? Отлично. Его зовут Ларри. Он в подвале. Скажи, что ты от меня. Ларри в подвале, замечательно. Однако, чтобы попасть туда на лифте, тебе будет нужна карточка. Вот, возьми, у меня есть запасная. Класс, спасибо. О, карточка попала нам, да? Тут водятся призраки. Сал, дорогой, я давно работаю в апартаментах Эдисона. И я ни разу не встречала ни призраков, ни гоблинов. У людей просто разыгрывается воображение. Слишком много сладкого и ужастиков. Вот в чём дело, как по мне. Ну, ладно, до свиданца, спасибо. За содержательную беседу и за карточку. Так, никого нет дома? Хорошо. Сюда тоже нельзя. Ладно, поехали, значит, тогда на второй этаж, да? Это у нас был третий. Да, под нами, получается. Давай на второй этаж съездим, посмотрим, что у нас здесь. Так, не, ну здесь? Слышал, стучал в дверь. Давай постучим в ответ. Ммм, дома никого нет дома. Вот да... Там ремонт, что ли, идёт какой-то? Походу, да, никто не слышит. Здрасте. Никого нет дома опять. Да что ж такое-то? А с кем знакомиться, если дома никого нету? Одного человека и того убили. Что ж такое-то? Никого нет дома. Смотри сейчас. А, вот, смотри, Чарли какой-то, да? Да. Кто там? А ты как выглядишь, Чарли? А то я же не знаю даже. Здравствуйте. Я только что сюда заселился. Хочу познакомиться с соседями. Ладно, входи. Алло. Ой, фу, блин. Господи. Чарли, ты это, ты как? Как же тебя озвучить-то? Даже не представляю. Привет, меня зовут Сал. Мы с отцом переехали сюда сегодня. Ладно, это будет сложно, но я попробую. И что это ты напялил в своё лицо, парень? А, я понял. Ведь ты под... Ведь вы, подростки, постоянно ищите способы самовыражаться. Я ведь и сам когда-то был молод. Я всё понимаю. Да я думаю, ты в принципе молод, только ты какой-то неухоженный совершенно. Ты чего прям о себе-то так не любишь себя, не заботишься? Главное, чтобы эта маска не означала принадлежность к преступной банде. Ты ведь не вступал в банду? Нет-нет, что вы. Чудненько. Ну, а я Чарли. Не трогай мои вещи, и мы поладим. Я коллекционер, и коллекция у меня большая. Эти вещи мне как семья. Поэтому, если ты хоть пальцем тронешь мою коллекцию, считай, что наехал на мою семью. Уяснил? Да, сэр, не вопрос. Я не доставлю вам хлопот. Да, конечно, я бы не стала тут вообще ничего трогать. Смотри, он этот... Как их гиками называют, да? Таких вот всяких людей. Ничего против не имею, серьёзно. Я уважаю чужие интересы, но всё-таки-то себя же надо тоже как-то любить. Вот, славно. Смотри-ка, у него тут какие-то это... Это такая пика, наверное, анимешникам и так далее, которые коллекционируют фигурки. Нет, ничего... Вот серьёзно, ничего не имею против анимешников. Я в прошлом, так скажем, бывший анимешник, так что считаю, что это всё нормально. Но зачем же вот настолько-то? Так, чё-то у меня провисало немножко здесь это самое фпс. Всё как-то попадало. Наверное, испугалась игра его сама. Ладно, хорошо. Узри величай моего полного набора поняшек-блестяшек. Собрать полный набор поистине великое достижение. Да по тебе видно. Смотри на них, сколько влезет. Ну, трогать не вздумай. Да я им не хочу, наверное. А что за поняшки-блестяшки? Ой-ой-ой, смотри-ка, это ты зря. Братан, ты зря. Слушай, беги, он сейчас тебя убьёт, наверное, за это. А, не. Ничего. Вроде... А то про моё взгляд такой был. Я не знаю, я думала, он сейчас бросится на него. Господи, пацан, ты что, не смотрел поняшек-блестяшек? Радужное представление. Лучше мультика и не продумаешь. В нём полно драмы, экшена, романтики, юмора, да и всего остального, чего только душа пожелает. А поняшки, о, поняшки, они божественные. Ммм, да. А, кажется, я его пропустил. Посмотрю при первой же возможности. Уж пожалуйста, поверь мне, ты не пожалеешь. Не понимаю, это, типа, у нас же есть вот эти My Little Pony, или как они называются, тоже их народ очень любит коллекционировать, а здесь поняшки-блестяшки. Не, спасибо, до свидания. Тоже мне познакомилась с соседями. Ничего против, мы не имеем, но серьёзно. Субтитры сделал DimaTorzok